Ом намо бхагаватэ и васудэйвайя Ом намо бхагаватэ yasudэйвайя Ом намо бхагаватэ и васудэйвайя Нарая нам намаскритя Нарам чаванаруттамам Дэвим сарасватим ясам тату Джаямали раэт Нашта праеша бхадрешу Ницям бхагаватасэ вайя Бхагаватттамаш вулки Бхакцир бхаваттинай стеки Так мы читаем Шимадбхагаватам, третья песня, глава 1, вопрос Веду, Расек 21. Татратха-шушрава-сухридвинаш-тим ванам ядха-венуджавахни самшраям Самспардхая-дагдхам адха-нушучан сарасватим пратьяг яятушним Пословный перевод Татратам адха-затем шушрава-услышал сухридвинаш-тим все погибли ванам-лес Ядха-подобно тому как венуджавахни пожар возникший из-за бамбука Самшраям-трение друг от друга Самспардхая-неистовой страсти Дагдхам-сгоревший Адха-так-анушучан думая Сарасватим Река Сарасвати протяг на запад Я-я-двинулся тушним молча Перевод Шива Прабхупады В святом месте, именуемом Прабасе, до него, до Ведуры, дошла весть о гибели всех его родственников Павших жертвами неистовой страсти, которая уничтожила его род Подобно лесному пожару, вспихивающему от трения стволов бамбука После этого он двинулся на запад, туда, где несет свои воды река Сарасвати Комментарий Шива Прабхупады Ведуры узнал, что все его родственники Ядовы и Кауравы погибли в братоубийственной войне Страсти, кипящие в человеческом обществе, сравнивают здесь с трением стволов бамбука Этот мир подобен лесу и трения, возникающие между людьми, в любую минуту могут привести к пожару Лес никто не поджигает специально, он загорается от трения стволов бамбука И в огне пожара сгорая до тла Подобно этому, страсти, которые обуревают обусловленные души, введенные в заблуждение внешней энергии Господа Приводят к тому, что в огромном лесу мировой политики вспыхивает пожар войны Как лесной пожар может потушить только льющийся с небес дождь Так и пожар, бушующий в мире, может потушить лишь дождь, пролившийся из облака милости святых и праведников Снова текст и перевод В святом месте, именуемом Прабасой, до него дошла весть о гибели всех его родственников Павших жертвами неистовой страсти, которая уничтожила его род, подобно лесному пожару, вспыхивающему от трения стволов бамбука После этого он двинулся на запад туда, где несет свои воды река Сарасвати Омагьяна Тимиранда Сиагянанджана Шавакая Чакшуруммилитам инатасмай Шри Гуравейнамаха Шри Чайтанья Манобиштам стопитам ей набуталия своим рупакадам Ахьянда Датисва Падантикам Вандихам Шри Гурух Шри Ютападакамалан Шри Гурун Ваишнавам Ча Шри Рупам Саградатам Сахаганарагунатам битам там саджи вам Садвай там саваду там парижанаса хитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахаганалалита Шри Вишакам битамща Е Кришна Каруна Синда Динабанду Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намасту Те Тапта Канчина Горан Гирадхи Вриндаван Ишвари Риша Бхану Сута Деви Пранамаме Хари Приванча Калпатам Бештя Крипаси Индубья Вача Патита Анаам Павани Бьява Вишнавиби Намо Намаха Яшри Кришна Чайтанья Прабу Нитянамда Шри Два Итагад Адхара Шивасати Гора Бхакта Вриндава Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама Харе Харе Намавишну Падая Кришна Прештая Бхутане Шримати Бхакти Виданта Свами Нити Наминя Намасте Сарасвати Деви Горубани Прочарены Нервисе Шишанья Лади Пашчата Дэй Шатарены Дэй Сри Кришна Чайтанья Прабу Нитянам Дэшин Дэй Тимеданаш Снегов Бхакта Вринда В этом стихе говорится о странствиях Ведуры по святым местам, когда Дурьёдин оскорбил его, несмотря на то, что положение Ведуры было очень уважительным, он был братом его отца и очень компетентным, знающим, мудрым и в пользусь огромным уважением. Членом династии, но в нарушении всех традиций и норм этики Дурьёдина оскорбил Ведуру за то, что тот осмирился отваживать их от войны против пандовов. И, что ещё хуже, Дритараштра, несмотря на то, что слышал, не видел, но слышал, что происходит, тем не менее он не вступился и промолчал, что было ещё более худшим проступком с его стороны. Но в отличие от обычных людей, которые, как правило, в таких случаях начинают искать справедливости, доказывать свою правоту, собирать своих сторонников, группы поддержки, подавать в суд, в конце концов. Ведура поступил как настоящий ващнав, который всегда видит во всём руку Кришны. Иногда мы тоже хотим видеть руку Кришны во всём. Иногда мы даже немножко переусердствуем в том, чтобы видеть вот там, где Кришна как бы руку и не собирался прилагать. Особенно нам легко видеть Кришну, когда всё хорошо складывается. При этом мы видим не только руку Кришны, ещё и свою руку. Свою руку с Кришной вместе, как рука об руку, создаём свою удачу. Но когда возникают трудности, то у нас возникает инстинктивное, очень глубоко сидящее в нас желание винить в этих трудностях кого-то ещё и защищаться. Это состояние или желание обороны, входящее в список из четырёх принципов животной и человеческой жизни. Еда, сон, совокупление, оборона. Описывают три позитивных устремления живого существа. Еда, сон и совокупление. Описывающие в 99,9% ресурсов или того, на что тратятся ресурсы всех живых существ, включая человеческие. И последнее, четвёртое, оборона предназначена для того, чтобы максимально сохранить и обезопасить эти три позитивных и увлекательных занятия для живых существ. Но Ващнавы, как однажды Шива Попада сказал, ссылаясь на свой собственный опыт, когда он уже был фактически, как у обычных людей говорят, на смертном одре. Хотя у Ващнавы даже эта так называемая смертная одра смертным не является. Это трамплин до духовной жизни. То, что Ващнавы даже ждут в какой-то степени, не пытаясь ускорять это искусство ни в коем случае, но ожидают этой встречи с Кришной, которая состоится, когда, как в истории с народом Муни рассказывается, он сам не был достоин встретиться с Кришной лицом к лицу в этой жизни, как Кришна сказал ему. Но в следующей жизни Господь сказал, ты встретишься. И Нарадамуни в Шиманбхагаватам описывает свой опыт и отношение его к этому предсказанию Господа. Он не говорит даже это, называет это даже смертью. Он говорит, времени я ждал, калам протикшем я ждал времени. Назначенного времени встречи. И даже как мы можем ждать времени встречи с каким-то важным человеком, от которого зависит наша судьба, или встреча с любимым человеком, от которого или от которой зависит наше счастье, с таким же нетерпением. И он ждал встречи, калам протикшем. И потом это время настало. Так вот, в Шива Прапады, когда он находился в таком состоянии, он на самом деле никогда не разлучался с Кришной. Он сам об этом так и говорил, что не было момента в моей жизни, когда бы я не помнил о Кришне. Не помню, когда я не помнил. Всегда помнил о Кришне. Для таких преданных, в принципе, уже разницы нет. Находиться в этом материальном мире или в духовном мире. И для них даже материальный мир перестает существовать. Как об этом говорит Баладьявиди Бушина в своем комментарии к Гавинда Башья, к Веданте Сутри, который называется Гавинда Башья. Он говорит о том, что преданные, в принципе, все равно где находятся, но Кришне не все равно. И поэтому он желает, иногда вмешивается в жизнь своих преданных, чтобы лично привести их в духовный мир, к себе, и никогда с ними не разлучаться больше, никогда их не отпускать. Вот так и говорит, что он приводит их к себе, но никогда их больше не отпускает. Так вот, Шива Прапады говорил, опираясь, ссылаясь на свой опыт с некоторым даже юмором, что вот я уже давно отказался от еды, вернее, от сна, практически, от секса, приняв саньясу и даже до этого Шива Прапада ведал жизнь безупречного вайшнава домохозяина. И рассказывает, когда он принял его на прасху и приехал во Вриндаван, то одна из вайшнави, жившая там, Прапада, был очень уже почти на возрасте, и он вспоминал, она относилась к ней как к дочери и очень ласково всегда. Она была моложе его существа, где-то, может быть, раз в два вайшнави, жившая там тоже в отречении. Он относился к ней как дочери, он вспоминал, как он давал ей какие-то наставления, называл ее на «ты». Но потом, когда он принял саньясу, то все поменялось. Он сразу установил определенное расстояние, дистанцию, и ни коим образом не выказывал никакого предпочтения ей в строгом соответствии с принципами саньяс. И она почему-то правильно поняла. И я вспоминал, как-то рассказывал прямо на видео Шива Павпады, по-моему, это четвертый диск, следует по стопам Шива Павпады или шестой. Сейчас я могу вспомнить, но по-моему, шестой там рассказывается о том, как Шива Павпады, повествуется о том, как в Шива Павпады приехал в Бомбей, и там он работал со своими учениками над тем, чтобы открыть храм для Шещерады Расабихари в Бомбее, и знаменитая битва за Джуху. И там на крыше дома, где жил Шива Павпады, местные жители, полюбившие его, сразу устроили для него, не помню по какому поводу, некое представление культурное, как у нас называют иногда. И частью этого представления был танец маленьких девочек. Этим девочкам было лет, наверное, по 10, 9-10 лет. Такие невинные совершенно девочки, воспитанные в традиционных ценностях, в этическом обществе, в индийском, по крайней мере, благочестивыми людьми. И вот они, эти девочки, абсолютно чистые, невинные, танцевали перед Павпадой совершенно невинный танец, какой-то совершенно незамысловатый, показывающий, как, видимо, гопи в хороводе идут и несут воду или молоко для Кришны, что-то у них стояло на голове. Они такими очень целомудренными движениями, целомудренные девочки перед Павпадой танцевали, перед Павпадой Парамахамсы, у которого не было ни капли вожделения. И я обратил друг внимание на глаза Шива Павпады. Он до этого ласково улыбался этим девочкам, принял от них гирлянды, но когда они танцевали перед ним, то глаза Шива Павпады были где угодно, но не на них. Он, как подобается Ниаси, не смотрел на танцующих женщин, показывая, например, своим ученикам, это видно. Вот Павпады говорил о себе, что я уже давно оставил секс, а давно оставил сон, потому что он практически не спал. И теперь еду тоже и оборону, все это мы оставим перед тем, как уйти в дом, в мир Кришне. Поэтому вайшналы оставляют эти принципы, связывающие всех воедино колесом самсары в материальном мире, и сводят их к своей жизни, к минимуму, абсолютному минимуму. Они не отказываются от них ни в коем случае. И половая жизнь, как Господь Кришна говорит, «Камус ми дарма веруда бутышу камус ми варатар шаба». Я – половая жизнь, которая не противоречит регулирующим принципам, не противоречит дарме. И также еда, разумеется, и сон – необходимая вещь совершенно. И все это Господь Кришна называет необходимым условием для того, чтобы можно было успешно заниматься йогой. Он говорит, человек, который спит слишком много или слишком мало, и слишком много или слишком мало, не может заниматься йогой совершенно, пока он находится в материальном мире. Но степень того, что такое слишком много или слишком мало, постепенно меняется в зависимости от приближения нас к этому рубежу, той самой встречи, коллаб, протикшен. Постепенно эти, не говоря уже о непосредственном участии в такого рода деятельности, желание к ней также, и оценка ее важности в своей жизни постепенно меняется, издвигается в сторону нуля. Так что в конце великие Ачарьи, и такие, как Шилапилпада, великие Агасвами Бриндауны, и Пакте Вино Такура был одним из статей к шести, вернее, седьмой Агасвами. Его жизнь – замечательный пример того, как можно свести к минимуму все эти потребности жизни, несмотря на то, что у него было 14 детей. Там была очень хлопотная работа, очень ответственное положение судей. Но, тем не менее, видно из его описания, биографии, как он свел к минимуму фактически, иду, и сон, и даже все остальные потребности жизни. До абсолютного минимума. Таких преданных называют Акинчина. Акинчина означает не то, что у него или у нее ничего нет. Это буквальный перевод. А – Кинчина. Акинчина означает что-то, чуть чего-то, что-то Кинчина. Кинчина. А означает «ничего». И не нужно это понимать буквально, а Швилка Папада говорит нам об этом. И также Ачарьи объясняют это в 11-й песне Бхагава. Там правильное применение слова Акинчина в отношении к Вайшнаву. И это слово, и это качество Акинчина является необходимым условием, согласно Кунти Деви, для того, чтобы можно было Твам Акинчина Гочара повторять святые имена Господа с чувством. Только Акинчины могут те, которые не прелещаются Джан, Майшвари, Шута и Шиби благородным происхождением, богатством, образованностью, телесной красотой. Только такие люди могут по-настоящему искренне чувствовать в Твое святые имена Господа, потому что они могут полностью все свои чувства вложить в это. Пока человек прелещается, или, как она говорит, опьянен, это Мадамадах. Мадах означает полностью опьяненный, безумный от этих опьяняющих, кружащих голову достояний. Все его чувства, сильные эмоции связаны с этими четырьмя аспектами материальной, счастливой, материальной жизни. Поэтому на Кришу не остается. И Господь Кришна также говорит о Бхагавангите регулярно о том, что нужно рага, двеши, вибукта, что отказаться как от раги, привязанности, так и от двеши, от ненависти, потому что ненависть тоже очень сильная. А иногда бывает еще более сильное чувство, чем привязанность. Нас может не хватать привязанности на то, что Кришна служит в любови. Но у демонов, как говорит Анарада Муни, и также Удава говорит об этом в третьей песне Бхагаватам, Анарада в седьмой, что завидую я этим демонам. Невозможно достичь простой садханы, такой концентрации, такого сосредоточения ума на Кришне, как достигать демон, ненавидя его. И, конечно, Ачарьи предупреждает нас, что ненависть демонов Кришне – особое благословение Кришны для их игр. И обычный демон не сможет достичь правильного, критической точки ненависти Кришны, чтобы очиститься благодаря ней, а не уйти в ад. Но, тем не менее, мы должны стараться эти свести, а свести эти чувства, остальные направленные на материальный мир к минимуму, так, чтобы ненавидеть материальный мир и не стремиться к нему слишком сильно. И вот такой преданный называется Акинчин, тот, у которого ничего нет, ни богатства, ни красоты, ни образования, ни происхождения. А тот, как объясняет, по-моему, Вишна Тачаквартида Кур в 11-й песне Бхаговой, там, если я не ошибаюсь, точно в 11-й, не помню точно, кто описывает из Ачарии, что Акинчин означает тот, кто не считает, что что-то заслуживает его внимания в этом и особенного. Тот, кто не думает, что что-то ценнее, чем Кришна. Вот так, правильнее. То есть, да, есть богатство, есть красота, ну и что? Вот вчера мы были с Кунду Махаражем в гостях Одного Преданного здесь, в Австралии. Он построил замечательный дом. Раньше он был в Брахмачаре, жил как в Брахмачаре, книжки распространял, потом женился с супругой его ученицем Макунду Махараджа. У них появились дети, и вот он как-то разбогател, построил дом. Мы приехали к нему в дом здесь, сюда, здесь, недалеко от фермы, где живет Макунду Махарадж. Потрясающий дом на холме. Дух захватывает от видов вокруг удивительной красоты. Луга, деревья, горы. Дом замечательный, двухэтажный, что редкость для Австралии. По крайней мере, для этой полосы обычно все одноэтажные дома. Здесь вот на ферме, из камня, со стеклянными всякими барьерами, и плавательный бассейн, с растущим деревом, называют Чампа, прям посередине. И он показывает, ну вот построил дом, буду Вашнавов приглашать. Здесь у меня Дорджун Махараш будет жить, здесь будет Багаминда Махараш жить, здесь Хридянанна Махараш и так далее. Он перечислял, и было видно, что для него это, да, приятные месяцы дома, но он использует для служения Кришне. Кришна важнее, если есть что использовать, он использует. И вот это называется Акинчином. Так вот, возвращаясь обратно к Видуре, такие преданные, как Видура, отказываются от чрезмерных усилий, направленных на защиту собственной репутации и собственной жизни даже. как об этом говорится в первой песне Багава, там даже если их поносят, их оскорбляют, ими пренебрегают, их увечат, наносят им физическое увечие, или даже их убивают, такие преданные, склонны мстить за себя. И в этом как раз заключается их могущество, потому что им самым, предаваясь Кришне и позволяя ему самому решать, что с ними будет в этом мире, преданные, привлекают на свою сторону огромное могущество. Могущество Кришны, который, точно так же, как отец, видя, как его ребенок оказывается в трудном положении, в опасности, или мать, и знает, что ребенок не может себя защитить, то они проявляют тогда совершенно невиданное, нечеловеческое могущество защитить своего ребенка и бросают все. И Шилл Пу Пау проявлял такую же удивительную способность или такую абсолютно спонтанную защитную природу по отношению к преданным. Была история, когда кто-то я не буду еще рассказывать, но кто-то попытался стащить со сцены преданных Шилл Пау 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 чтобы они станцевали и спели киртан и рассказывал преданным, что в этот момент Пау 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 схватил караталы, которыми он играл, на которых играл он, стал размахивать ими, как Шударшана чакрой очень быстро, спонтанно это произошло, грозно, но это по сторонам этого человека качнул те караталы так, чтобы он понял, что не стоит этого делать. И другое, еще более сокровенное описание, сокровенная история была, когда в Лондоне Шилл Пау Пау устанавливал божества Шиши Рада Кришны и преданные по своему недосмотру из-за усталости и недосыпа не закрепили колонны, на которых покоилась большая доска мраморная, на этой мраморной доске находились божества Джаганатхи, а внизу под ними по плану должны были стоять Рада Кришна из мрамора. И вот, когда уже все было готово, собралась большая толпа гостей, телевизионные камеры приехали, Шилл Пау Пау помогал преданным, или они помогали ему делать последнее приготовление к открытию первой арати. Кто-то толкнул одну из колонн, которая не была закреплена, и на которой зирдилась вся эта тяжелая плита мраморная на них одну из колонн, и колонна начала падать на божествах. И ему наматыш вспоминает, что в этот момент Шилл Пау 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 она не могла поверить глазам, как быстро это произошло, как будто несколько вещей произошло одновременно. Шилл Пау 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 одним движением своей руки за долю секунды, как в замедленной съемке, смел со ступенек этих полок ведущих к Шиши Рада Кришне все парафернали в сторону, наступил туда, схвачил на эти ступени, одной рукой, я не помню какой точно, по-моему, правой рукой он схватил колонну, пережал ее к себе со всей своей мочи, и видно было, что у него капельки пота выступили на лбу, а другой рукой он схватил Шиматера Дарани за руку очень бережно и очень крепко одновременно. Это произошло так внезапно и так безупречно, синхронно в долю секунды, что они даже не успели понять, что произошло, как это уже произошло. как Шиматера Дарани от неминуемого повреждения по меньшей мере и спас открытие храма и в этом спонтанности его было видно, что для него дороже всего. даже как мы когда что-то происходит, когда мы летим в самолете и происходит, они делают объявление, что если самолет сел на воду или упал, то вам нужно бросить все ценные вещи и выходить из них и думаешь, на что ты схватил бы в первую очередь, если бы в такой ситуации оказался или пожар, например, кто-то может божества или паспорт или деньги или что-то еще. И вот такой момент истины выясняется, что для преданных дороже всего. И Прабхана показал это всем в этот момент. И поскольку преданные отказываются спасать себя, они всегда беспокоятся о Кришне. Кришна отвечает им взаимностью и поэтому он отказывается думать о себе и думать только о своих преданных и всегда приходит к ним на помощь. И поэтому самое могущественное положение, которое преданные могут занимать в материальном мире, это положение полной в зависимости от Кришны. Тем самым привлекая на свою сторону Кришну со всеми его энергиями, которые во всех остальных случаях не действуют сам, он действует через свои энергии. Но когда речь идет о его преданных, как говорит Шила Пупада в седьмой песне Бабхатам, то в этом случае Господь Кришна действует сам лично. Именно поэтому, поскольку мы преданные, нас называют, вернее, преданными, кандидатами в преданных, преданные Бакта. Бакта слово интересное тоже, что означает, глагол Бадж, который достаточно многозначен. Благол Бадж означает поклоняться. Благол Бадж также означает отделять Бадж, тот же самый глагол. Бакта означает, как бы, можно так сказать, и перевести поклонение Кришне, буквально простение, но также означает, что мы отделяем все остальное от поклонения Кришне. Мы с нами проводим четко водоразделы между Кришной и Некришной. Не только в таком случае, постепенно, благодаря посвящению себя сего вредному служению, хотя бы в урегулированной форме, в форме садхана-бхакти, это подготовительный этап для того, чтобы служить Кришне в духовном мире спонтанно, полностью 24 часа, духовный час в сутки, духовные сутки там. Но здесь мы делаем это регулярно, и этой регулярностью мы доказываем Кришне, что мы хотим развить отношения с Ним. И когда Он удовлетворен нашими усилиями по доказанию Ему, доказательству Ему о том, что мы хотим развить отношения с Ним, открывает нам себя. Своя Мэва Спуратя Дага. Сивон Мукехи Джихва Дага. Когда чувства наши, благодаря процессу преданного служения садхана-бхакти, достаточно очищаются и занимаются сева-он-мука, разворачиваются достаточно Кришне лицом, занимаются служением Нему, тогда Господь Кришна соглашается в этих же самых чувствах, которые до этого были вот теми самыми, которыми они описаны в этом стихе Грахям Индрия, и они грубые на Баветх. А также Кришанамадин на Бавет Грахям Индрии. Они эти чувства, в этом стихе не говорится, что они грубые, но Прупат так переводят эти грубые материальные чувства. В них, в этих же самых грубых материальных чувствах, которые были гораздо более привязаны к идее с несовокуплению обороны и ко всему тому, что ведет или способствует этому, вдруг появляется Кришна. И та самая наша привязанность к идее с несовокуплению обороны и ко всем связанным с ними видами деятельности, она направляется на Кришну точно так же, как дикое животное, которое держали в клетке, и когда клетку открывают, то дикое животное бежит обратно в лес. Первое, при первой возможности ждет, когда откроется клетка, и он бежит. Когда клетка не открывается, он сидит, он ходит по кругу, он смотрит, рычит, или скулит, или что-то еще делает, ест даже, и притворяется послушным. Но когда клетку открывают, то дикое животное, дикий зверь бежит в лес. Это пример, который Нарадамуни приводит, когда он описывает, как он видел Кришну, когда Кришна, вдохновленный или впечатленный, вернее, его усилиями направлен на служение духовным учителям, которые дали ему посвящение в процесс премного служения, вдохрылся ему. И Нарадамуни вспоминает, что его чувства были, как дикие звери, которые все побежали оттуда, во Вриндаун, в лес Вриндауна, и побежали к Кришне, которого также зовут Ванамали, носящий лесную гирлянду. И также у нас другой есть лес, в который мы должны спонтанно бежать. И этот лес называется Ванчакалпатару Вана. Можем так называть. Лес, состоящий из деревьев преданных. Мы знаем, что по прошествии 50 лет мужчинам и женщинам рекомендуется принимать ванапраску. В наш век это не очень практично в лес уходить. Но есть лес, состоящий из деревьев преданных, и преданных сравнивается с деревьями желаний. И вот в такой лес можно уйти. При условии, что в этом лесу не будет трений, возникающие, как здесь описывается в комментариях, решивок выпады из стволов бамбука. Когда возникает трение в этом лесу бамбуком, то возникают искры и пламя. И начинается лесной пожар. Поэтому вайшнавам нужно очень осмотрительно, очень осторожно общаться друг с другом очень бережно, так, чтобы не пускать каким-либо неизбежным социальным взаимоотношением приводить к искрам и пламени, которые потом уничтожают весь этот лес, состоящий из деревьев, и затрагивают даже тех, кто никак в этом трении не участвовал. Страшная вещь, лесной пожар. Сейчас в Австралии, здесь они регулярно происходят, когда люди оказываются в западне огня, со всех сторон, это стена огня, движется иногда быстрее, даже автомобили, когда очень сильный ветер, эти лесные пожары перескакивают через водоем, и, казалось бы, ты безопасности, и между тобой лесным пожаром водоем, река шириной в 50 метров, но если ветер дует в ту сторону, температура высокая, и пожар сильный, то пожар за несколько секунд может перескочить через эту реку и оказаться на твоем берегу, и ты думал, что безопасность, но теперь оказываешься в смертельной опасности. Недавно совсем эта трагическая ситуация возникла в Калифорнии, когда лесные пожары охватили большую часть этого штата, и много людей погибло в этих огненных стенах. И злая ирония этой ситуации, трагической ситуации, несомненно, и мы должны относиться к этим ситуациям, так как мы должны, как люди, относиться к ним с огромной сочувствием, и болью за этих людей, кто бы они ни были, но ирония, злая ирония этой ситуации в том, что совсем рядом с Калифорнией океан, вернее, он умывает океан Калифорнии, и эти места, когда лесной пожар бушевал, могли находиться буквально в нескольких сотнях метров от океана, где полно воды, но эта вода была недоступна им, она не могла прийти и спасти их сама, для того, чтобы она пришла и спасла, необходимо, чтобы солнце выпарило эту воду из океана, чтобы эта вода собралась в кучевые облака, и чтобы эти облака не разлетелись куда-то, собрались именно там и выпали дождем на пожар, тогда они могут, этот пожар будет погашен, и невозможно просто взять насос и накачать эту воду, поливать, все это недостаточно, и точно так же Шилокрупада говорит в своем комментарии к этому стиху, если вы обратили внимание, что в этом мире все эти беды возникают из-за материальных желаний людей и войны, и на бытовом уровне войны, на уровне континентальном, межнациональном, они берутся в этой оскверненной экологии души, души, оскверненной токсичными материальными желаниями, которые потом перерастают в зависть, гордость, гнев, способность закрывать глаза на недосадки, вернее, на страдания других, жестокости и, соответственно, насилие. Но только если святые впитают в себя воду из-за океана милости Кришны, Бхактира, Саму и вода, которую предлагали брызгам, ее собирают в кувшинчик или в сосуд и потом разбрызгивают на оставшихся, на собравшихся ващновах, иногда ее очень много поливают так, что зашиворот течет вода. Может, и в такой форме тоже. Я в такой случае пытаюсь вспоминать, что вот эта вода может погасить огонь материального существования. Может быть, мне нужна дополнительная порция, Кришна видит. Но та вода, которую проливают на нас святые, описана в Шадгашайнаштыке. Там говорится, что они впитали в себя на наш шастра, вечара, наэка, нипуноу, садарма, самстапаков, буддина ганешако, караная. Они в форме песен, трансцендентной песен о Гавинде проливают эту воду, эти дожди на всех страждущих живых существ. Вода милости Кришны, которая может погасить океан материального существования, погасить пожар материального существования. Но я на самом деле не сделал оговорки, потому что океан материального существования состоит не из воды, а из огня. В этом огне мы находимся, в океане огня материального существования. То погасить могут только вот такие святые, которые берут воду из океана, дистиллируют и очищают и проливают ее на нас. Так что и огонь гасится, и жажда утоляется одновременно. Не такое уже это качество сравнивается, Это качество святых, способность утолять, гасить пожар, повторяющийся рождение и смертей и утолять также нашу жажду по Кришне, очень похоже на качество лотосных стоп Кришны. Именно поэтому таких предмет называют Прабупада. Прабупада означает тот, кто находится в лотосных стопах Господа Кришны, Прабупада. Также Прабупада, можно сказать, тот, у чьих стоп сидят Прабу, то есть тоже другие Прабу сидят у его стоп. Но также это может значить Прабупада буквально, что он и есть, эти лотосные стопы Кришны, или они находятся рядом с ним всегда. Как сам Видура, когда он вернется через какое-то время в Хастинапур, то ему скажет Дуитиш Тирма, гражданите стих, Баван Вида, Багавату, Тирта Бутан Своян Вибу, Тирти, Курланди, Тиртани, Сванта, Стияна Гадабрита. Ты есть странствующий Тиртхапада. Ты там, где Кришна, там, где ты, потому что он находится в твоем сердце, и ты разносишь его по всем остальным частям, городам и долам. Поэтому, общаясь с тобой, можно достичь цели посещения всех мест паломничества. Так вот, Прабупада означает буквально тот, кто находится в лотосном стопе Господа Кришны, тот, кто и есть в лотосном стопе Господа Кришны. И это очень замечательная, красивая аналогия, потому что лотосные стопы Кришны, описанные в 11-й песне Багавову Мудовой, который говорит, что у этих стоп есть две функции, можно так сказать. Это два аспекта. Он сравнивает эти стопы с зонтиком, зонтиком, который отличается от обычных зонтиков, которыми закрываются от дождя или от солнца. Обычно от солнца в Индии закрываются зонтиками, ну или дождя, ну в данном случае от солнца. Солнце, он говорит, что твои стопы подобны зонтику, который закрывает нас от палящего зною материального существования. Но в то же самое время эти стопы, этот зонтик, он как бы персональная система климат-контроля. Потому что он не только создает тень над твоей головой, но изнутри, со внутренней поверхности этого зонтика, на нас струятся капли нектара. Одновременно закрывают нас от палящего зноя и еще компенсируют этот жар нектаром, который с них стекает в форме мелких-мелких, очень приятных капель. Как-то во Вриндауне мы шли с преданными, с друзьями, и слой базара очень давно, было жаркое время, и была какая-то очень пышная церемония, наверное, свадьба была какая-то или что-то еще связанное с радостным событием. И мы проходили мимо этой церемонии, я очень хорошо запомнил, что там в каком-то месте стоял интересный аппарат, и таких раньше никогда не видел. Он очень простой, но он мне очень запомнился, потому что вот этот слой там палящим сною Вриндауна, когда мы шли, он создал такую зону, я ее не заметил вначале, когда мы прошли мимо него, я вдруг почувствовал, насколько это приятно. Он создал зону из таких мелкодисперсных ароматических капель, видимо, эта вода была сдобрена розовой водой или чем-то еще ароматическим. Я вошел, как будто в облако таких прохладных ароматических капель воды, и сразу вся моя усталость от жары, как рукой, была снята, снята. И точно так же лотосные стопы Кришны. И вот эти стопы Кришны запечатлеваются в словах и в наставлениях великих душ Вашнавов, которые приходятся с этой же самой целью. Представляя Кришну, правопада, давайте нам прибежище у лотосных стоп, не у своих, а у его. Но Кришна не соглашается принимать никого к своим стопам, пока этот человек не принимает прибежище стоп Вашнава. И поэтому получается некоторый замкнутый круг. Мы хотим, нас хочет Вашнава представить Кришне, но Кришна не соглашается представить нас, принимать нас, пока мы не принимаем прибежище у него, у его стоп. Об этом говорят полубоги в 10-й песне Шима Бхагава в этом стихе, где говорится и нерами, дабши и муктамани нас. Есть люди, которые мнят себя освобожденными, поднимаясь, а руки крич хрена, парам падам. Парам падам, а так буквально означает, парам падам, до высшей стопы добрались, как они думают, до высшего положения освобождения. Парам падам, патаньте адгу, но снова падают вниз. Почему? Юшмаданграя, потому что надрита юшмаданграя, они смогли ухватиться за твои лотосные стопы там. Ашанграя. И Шираджи Бхагава с вами дает очень интересный комментарий к этому стиху, поясняя, что в этом стихе арухи кричен парам падам, патаньте адгу, надрита юшмад, юшмаданграя. Слово юшмад – это множественный род, множественное число, вернее. И если буквально перевести, говорится, что они падают вниз, потому что не смогли принять прибежище у множества стоп Кришны. Что за множественные стопы у Кришны? У него нет таких форм, где у него много стоп. Ну, конечно, есть Варахадев и Курма. У них четыре стопы лотосные. Какие-то необычные формы. Но в обычном у Кришны две стопы. Даже если у него четыре руки или восемь рук, как в некоторых его воплощениях, или шесть, стопы у него две. И для двух, для слова два есть двойственное число. А тут множественные. И Шеладжила Гасвами объясняет, что иметь сюда стопы вайшнавов, даже если человек все-таки смог к стопам Кришны прийти, но если он не принял прибежище у стоп вайшнавов, что означает не буквально ползать перед ними по-пластунски, чтобы они наступали почаще. Нет, нет. Но это означает смиренно занимать положение слушающего, упрощающего в обществе вайшнавов и служить им так, чтобы они этого не замечали, но получали благо от нашего служения. Вот так бывает и служить стопам. И также очень важный способ служить стопам вайшнавов. Если у кого-то из вайшнавов есть последователи, или ученики, или ученицы, то служите им, потому что их тоже называют пылью со стоп такого вайшнава. Вот это гарантирует то, что Кришна примет нас, согласно этому стиху и другим стихам в шастрах. И возвращаясь обратно к теме, это мы немножко с нескольких слов сказали о Видуре, о том, что Видура не хотел оставаться в Хастинапуре, и он не отнесся к словам Дурьодана как к оскорблению, они его не ранили совсем. И слова людей чужих не могут ранить, только слова близких людей могут ранить и принести какую-то реальную боль. Но то, что сказал Дурьодана, для него было желанным оправданием, поводом для того, чтобы уйти из этого места, оскверненного политикой, и этими кознями, которые они плели против Пандава Фути, и отправиться по месту паломничества, местам паломничества, как он давно и хотел. И поэтому говорит Совсем Багнус, что даже лук оставил у порога дворца, чтобы Дурьодан успокоился, подумал, понял, что Видура не собирается ни на чьей стороне воевать, потому что Дурьодан все время переживал, кто на чьей стороне, все время делил на чужих и своих, на друзей, врагов, в таком двойственном положении. Но Видур оставил лук у порога, тем самым дав ему понять, я не собираюсь тебе мстить за твои острые слова, как стрелы. Выпустил в меня стрелы острых слов, но я молчу, я ничего не говорю, и лук тоже оставлю. Так что даже обычные стрелы у тебя с моей стороны не полетят. Не волнуйся, Дурьодана, спасибо тебе большое. И в комментарии Шилаппады объясняют, что в этой ситуации одна и та же энергия Кришны действовала как материальное по отношению к Дурьодане и как духовное по отношению к Видуре. Терек фактически бомжом стал, так сказать, но тем не менее это стало для него еще одним шагом вверх к духовному совершенству, в отличие от обычных людей. И та новость, которую донесли до него сегодня, мы читаем об этом, до него дошла новость о том, что династия Господа Кришны уничтожена, погибла в братоубийственной войне. Есть описание очень подробно этого. В 11-й песне Багавы там также 10-й песни описываются прелюдией к этой братоубийственной войне, как все началось с ваше новоаппаратки, как обычно, когда самбо и другие отпрыски хотели подшутить над великими мудрецами Лавеса Нара Дэмуни, нарядив самбо в одежду женщины и приделав ей большой кусок металла железа на живот ему, то есть притворившись, как будто она беременна, он беременен. И спросили, а кто родится у этой прекрасной женщины? Скажите ему, мудрецы я, и Нара Дэмуни там показывает, как он повернулся, и как они с гнилом говорят, родится кусок железа, который уничтожит всю вашу династию. Так и произошло. Родился кусок железа. У Брасена Махараш поверил этот кусок железа, стереть порошок и выбросить в океан. Но этот океан, эта пыль, железные опелки прибили к берегу, и проросли бамбуком или камышом, который снаружи был похож на камыш, внутри у него были железные прутья, в этом камыше железная сердцевина. А маленький кусочек, оставшийся от этой недостертой в порошок булавы, пригласила рыбу, которая потом естественной биологической цепью попала на стол к одному охотнику. Охотнику Жара, который достал этот, или кто-то из его семьи достал этот кусок железа, сказал, о, хороший наконечник для стрелы. Именно эта стрела попала в стопы Господа Кришны, тем самым дав ему повод уйти из этого материального мира. Так или иначе, но этому есть еще одна предыстория, на самом деле. В свое время, когда закончилась битва на Куракшетре и Гангаре, и потеряв своих сыновей, и потеряв от горя, теряв присутствие духа, она стала проклинать всех тех, кто лишил ее детей, ста сыновей. На самом деле не ста один, по-моему, несколько человек из них остались, те, кто не стали воевать против пандавов, уцелели, я забыл их имена, они по Галгите описаны, но в основном они были все уничтожены. Причем, мы помним, что и рождение этих сыновей далось большим трудом в Гангаре, а долго не могла родить сыновей. В результате там родилась, дадим мне историю тоже, кто у нее родился и как эти, это то, что у нее родилось, разделили на 100 частей, и каждый из этих частей развился у отдельного сына. Но суть в том, что она обезумела от горя, потеряв этих сыновей, и поскольку она все это время носила повязку, и только один раз она сняла ее, чтобы благословить Дурьодану на непобедимость, но даже это не помогло. Она была готова теперь проклясть своим теджесом, свои силы накопленной благодаря этим аскезам. Она хотела вначале проклясть Идыштиру Махараджа, сняв эту повязку и посмотрев на него, испепелив его. Потом Идыштира объяснила, что на самом деле это ни при чем законы дармы, таковы потом она Биму хотела проклясть Арджуну за разные их роли в этой битве, но в конце концов она поняла, нет, всему виной Кришна. Он источник всего, причина всех причин. Она собиралась было проклясть Кришну, сняв повязку, и сказал, Кришна, это ты, ты стоишь улыбаешь передо мной, но ты виноват за то, что мои сыновья погибли. Я проклинаю тебя, что и твоя династия тоже погибнет, точно так же и братоубийство на войне. Господь Кришна, услышав это проклятие, сказал, большое спасибо тебе, Ганарий, как раз думал о том, как же мне уничтожить, как мне забрать свою семью, какой повод найти для того, чтобы забрать ее отсюда, потому что так слишком они разрослись, и невозможно, никто не сможет их уничтожить. Господь Кришна с гордостью говорит об этом в 10-й песне Бхагаватам, что «на каштидма к парам локе, в этом мире никто не сможет сравниться с моими напредненными, ни полугог, не говоря уж о обычных мирских царьках, никто не сможет победить их никогда». Я чаре объясняю, что эта задача, забрать династию, найти хороший повод для того, чтобы забрать династию Господа Кришны в духовный мир, была фактически невыполнима, если бы не подвернулось это проклятие Гандари, которое уже потом привело к цепи событий, с тростником, с куском железа, с самбо, с шуткой с его. То есть все это спектакль. И даже гнев с Гандари на самом деле спектакль, потому что все это актеры, которые безупречно играют роли, свои роли настолько, что мы верим в то, что они вот такие, какие они есть. Иногда актер совершенно адекватный человек может так вжиться в образ какого-нибудь сумасшедшего, или маньяка, или злодея, что мы реально верим, что он такой есть. Иногда эти роли прилипают к актерам на всю жизнь, потом они только маньяков или злодеев играют, хотя могут ругать кого угодно. И вот так же Гандари, хотя она не была, конечно же, злодей, но даже она, как бы сейчас она проклинает Кришну. Совсем недавно, когда Кришна уезжал, а может быть потом, я, честно говоря, не знаю хронологии, когда он уезжал из Хастинапура в Двараку, то в Шимадбхагаватам описывается, как все они высыпали на улицу поважать Кришну. И Дритарашта, и Гандари плакали, и потеряли сознание от разлуки с Кришной. Хотя ни тот, ни другая, они не видели его воочию. Один был слеп, а другая добровольно ослепила себя фактически своей повязкой. Все они преданные, но в таких моментах проявляется их настоящая преданность, когда они от разлуки с Кришной. Представляете, вы не видите Кришну, он уезжает, а вы знаете, что он уезжает, и вы падаете от разлуки с ним, в обморок от любви к нему. Это Дритараштра. Он падает. И Гандари падает. Но тем не менее, она прокрыла их, и Господь Кришна с благодарностью принял этот повод. И Ачарья объясняет в 11-й песне бхагаватам, что несколько было причин для такого, такой цепи причинно-следственных связей, цепи этих событий. Первое – это то, что некоторые из членов династии Яду, они все-таки немножко возгордились своим положением близости к Кришне. И когда мы гордимся своим положением близости к духовному учителю, к старшим вайшналам, то, что происходит, мы начинаем с одной стороны хвастаться, как-то так вот кичиться своим положением, может быть, не говоря об этом словами, но тем не менее показывая как-то вот свою близость, не упуская в случае напомнить другим о близости. Помню, как вот Гуру Махараш говорил мне. Как-нибудь так. Сегодня Макунда Махараш давал большую лекцию гостям нашей фермы, живущим здесь в течение нескольких дней в так называемой Кришна-Вилочи, в деревне Кришны. Это молодые люди, которые, юноши, девушки, которые просто из любопусства приезжают посмотреть йогой, позаниматься по работе на органической ферме, и так далее, заниматься вегетарианством, аурведой, чем-то еще. И он рассказывал про книгу «Божественная природа». Речь зашла об экологии. И он сказал, ну вот там несколько предных искон написали ее. Хотя написал ее он и Друта Карма. Пробую вот так он очень скромно отметил. Свою роль в написании этой книги. Ему можно кичиться какой-то близостью или свершениями в духовном преданном служении иногда, чем-то, что мы сделали. И то, что Джива Госвами называет в Бхакти-Сандарби «одной из притечей падения». Он говорит, что это на соскрытии звучит как «бхактиаде крита абиманитва». Это человек гордится тем, что он сделал в Бхакти и каких-то других вещах. Кто уже начинает гордиться этим. И вот некоторые члены династии Яду проявили этот порог гордости. И гордость неизбежно оборачивается фамильярностью по отношению к Кришне. И так объясняет комментарий Ачари, что их фамильярность и гордость, и фамильярность обернулись тем, что они стали безразличны к воле Кришны. То есть, Кришне что-то говорит, а они не делают. Например, второе оскорбление святого имени – считать духовным учителем обычным человеком. Роди третьей. Третий. Оскорбление святого имени – не ставить духовным учителем обычным человеком. Потому что это означает, что его желание, а для нас обычное желание. Подумаешь, кто чего хочет или кто чего желает. Поэтому мы не будем выполнять. У нас много что-то появится, аргументов более или менее убедительных. Или нам самим доказано, или еще чего хуже духовному учителю, что он не должен желать этого от нас или давать нам такие указания. Как я слушал лекцию Шелкопады, к нему такие два задачных ученика пришли, и они у Прабхупады доказывали, что он не по Прабхупаде. Как сейчас развивается очень много. Ну, немного, к счастью, я не хочу так говорить, но некоторые появляются деятели, которые, собственно говоря, сами ничего в духовной жизни не сделали. Сидят где-то в своих квартирах за компьютерами, что-то там читают, и потом другим всего мира доказывают, как нужно по Прабхупаде вести себя, не включая под этими другими, в том числе учеников Прабхупады, которых они увлечают в отклонениях. Вот это очень плачевное положение. Вот такие же ученики некоторые были у Шелупупады, которые Прабхупаде доказывали, что он не по Прабхупаде. Говорит он, как я сейчас слушаю эту беседу, очень плачевное зрелище, конечно, Прабхупада. В конце концерта он просто махнул рукой, говорил, все, ладно, идите, вы лучше знаете, я ничего не знаю, вы все знаете, идите. Все, что я знаю, я написал в своих книгах, ничего больше не знаю. Читайте, и удачи, мол, вот так примерно. И вот первая причина того, что Кришна устроил этот уход династии, это то, что его последователи, его, вернее, отпрыски стали, некоторые из них, проявлять эту гордость, напоминая нам, это не была их проблема, но они проявляют ее для нас, чтобы мы помнили о смиренном положении своем и не кичились своей близостью к духовному учителю, к Кришне, к божествам или еще к чему-то. И поскольку это было бы очень неправильным примером для других, если бы такие династии остались после Кришны, после его хода, кичившиеся с одной стороны его близостью с ним, его родством, родством с ним, а с другой стороны пренебрегающей волей, то, что в конце концов вырождается в опасном праде, и Господь Кришна решил их забрать. И Шидара с вами в комментарии также говорит, что Господь Кришна не сам их убивал, а Он проявил специальную свою четырехрукую форму, поэтому в этом стихе, в 11-й песне, первая глава, текст третьих говорится, Бахуби, и Он множеством своих рук устроил все это, а не двумя руками. Думя руками на флейте играет, а когда вот такие неприятные вещи нужно делать, Он проверяет форму на районы, и как бы они ни были глубокомысленны и прозорливы, его отпрыски, второе слово, употребляющееся в этом стихе, апрамея Господь Кришны непостижимо, делает так, что невозможно предотвратить исполнение Его плана. И Ширадзилу Госвами вскрывает еще более глубокое значение этой игры. Господь Кришна понял, что, хотя на самом деле пусть они играют роль заносчивых, играет роль заносчивых, кичащих со своим родством со мной, отпрысков моей династии, но на самом деле они мои преданные, чистые. Стоит мне уйти, они обезумеют ход любви ко мне, и они начнут крушить, все ломать на своем пути, потому что безумство у преданных по-разному проявляется, в зависимости от их верьма, варны. И Ашему, наверное, тоже. То есть, видимо, Брахманы, они потихонечку так с ума сходят от разлуки с Кришной, не буйствуют. Но к шатре нужно куда-то эти сильные эмоции, бушевающие в них выплескивать. Вот они бы выплеснули их все, и там было много миллионов и отпусков, которые просто смели бы всю Землю, то есть все с поверхности Земли, и саму Землю бы растоптали. На самом деле, объясняется, они не были бременем для Земли, об этом говорит Шилл Попадо в комментарии, ссылаясь на Вишматача Каврати Такура Джима Госвами. Третья песня, третья глава, текст 14, вот в дальнейших главах, он говорит, что на самом деле они не были бременем. Но бремени бы не остались, когда они были бы отягчены бременем разлуки с Кришной. И поэтому Господь Кришна решил их убрать вместе с собой, забрать их также в духовный мир. И поскольку никто не смог бы их уничтожить, они должны были сделать это сами, друг по отношению к другу, вот так. Так же, как огонь не может, допустим, сильный огонь никто не может потушить. Но огонь может сам себя потушить, когда он сжигает все дрова, он сам гаснет естественным образом. Или иногда, когда идет стена огня, например, в сухом, в сухой траве на поле, чтобы предотвратить уничтожение. У нас сегодня такая огненная тема. Очень жаркая погода здесь, в Австралии. Не знаю, надеюсь, не она навевает мне такие мысли. Но иногда для того, чтобы уничтожить, предотвратить ущерб, который причинит неизбежно, это стена огня, идущая по сухой траве, зажигает огонь с другой стороны. И две стены огня идут навстречу другом, уничтожая друга посередине. Вот это произошло между династией Яду, династией Яду, чтобы они могли уйти обратно в духовный мир, заняв там свое естественное положение. Вот так примерно. И на самом деле этот уход, как Шила Джилга с вами говорит, и Павпаде цитирует его слова в комментарии. К четвертой главе третьей песни Бхагаватам Шила Джилга с вами говорит, что это уничтожение, нидханам означает уничтожение. На самом деле это слово нидханам есть глубокое, скрытое значение. Джилга с вами объясняет, что нидханам означает трансцендентное обитель Господа. Ни это высшее, а дханам богатство. И поэтому слово нидханам, согласно слову, означает уничтожение. Они были уничтожены на самом деле. Они были возвращены в духовный мир, где снова обрели свое драгоценность, свое сокровище, отличное общение с Господом Кришной. И поэтому, поскольку Джилга с вами объясняет обитель Господа, воплощается трансцендентное, высочайшее богатство и великолепие, его обитие можно называть нидханом. Туда и вернулись его спутники, описанные в этом стихе. И снова возвращаясь к последней аналогии, которую мы привели, о том, что пожар материального существования может быть погашен только дождем трансцендентных песен или трансцендентных звуков о Кришне. Это означает, что для того, чтобы он был погашен регулярно, и чтобы очаги возгорания не появлялись снова в нашем сердце, нам необходимо регулярно подставлять себя под эти живительные струи преданных, которые говорят о Кришне, вбирая в себя, читая сами, слушая, вбирая в себя воды трансцендентного океана, бхакти-расы, бхакти-расамвита-синду. Они могут находиться недалеко от нас, эти воды океана, но мы, если даже мы находимся недалеко от них, но мы охвачены пламенем, мы не сможем спастись. Необходим кто-то, кто сверху принесет и обрушит на нас потоки дождя из этого океана. Это облако Гана Ганатова. Вот об этом мы можем помнить, когда поем Самсара Давана Алина Лока о стихии, который написал Вишна Тачакавати. Это курп, прославляющий духовного учителя. Вот так он гасит материальное существование, самое главное служение, которое мы можем оказывать духовному учителю, и слушаться его наставлений. И в слушании, и слушании, и наставлении духовного учителя, слушании и послушании заключается самая важная форма служения ему. И если мы будем слушать и слушаться, как мы сказали сегодня, эти воды смогут погасить пожар материального существования в нашем сердце и вокруг нас, если мы будем строить свою жизнь на наставлении духовного учителя Шилпопады, то и отношения с другими предами также придут в гармонию. И что также очень важно, эти звуки или эти струи дождя, которые проливают на нас духовные учителя в множественном числе, и Шик Шигуру, и Дик Шигуру, они падают на нас, гасят огонь, отталяют нашу жажду, но потом они сливаются в реки и ручейки, которые текут куда? Снова к океану. Если мы пойдем, если мы хотим выбраться к океану, то нужно просто идти по берегу водоема, вернее, по берегу реки. И река обязательно притечет к океану. Это может пока быть ручеек, мы идем в ручейку, он вливается в более стремительный, более сильный и широкий поток ручей, потом мы идем по нему, он вливается уже в речушку, потом в реку, и река уже обязательно придет к океану. К какому-то океану, к какому-то морю она обязательно притечет. И это пример, который приводит Господь Капилла Дева и также Кунчи Деви. Кунчи Деви говорит, что позволь мне, так же, как воды Ганги стремятся к океану, позволь мне стремиться к Тебе, Господь Кришна, с такой же спонтанностью и с такой же непрерывностью. И так же Господь Капилла Дева говорит, что чистое преминое служение тогда возникает в сердце Вайшнавы, когда в нем или в ней, или в его сердце, в ее сердце возникает неодолимое желание служить к Кришне, такое же спонтанное и непрерывное, каким характеризуется течение вод реки Ганги. И тогда мы обязательно придем к Кришне обратно, следуя по дорожке, проложенной для нас звуками слов Духовного Учителя и Великих Душ и пришествующих Ачарей. И тогда мы также будем спущены от братоубийственной войны, потому что мы все будем идти в одном и том же направлении. Вот несколько слов о этом стихе. Не знаю, есть ли у нас время на вопросы, есть ли вопросы вообще. Может быть, время-то и есть, но вопросов нет. И это замечательно. Ранчор Прабу, что нам делать? Есть ли вопросы? Олег Кришне? Спасибо, Магамдабу. Вопросы, может быть, устно кто-то хочет задать. Ау, микрофон отключен. Ну, сейчас дайте немножко времени и, может быть, напишут. Пожалуйста. Подождем чуть-чуть. Пожалуйста, да. Конечно. Спасибо. Я снова прочитаю текст и комментарий к нему. Не, не комментарий. Просто текст и перевод. Татратха, шушава, сухритвинаш, тим, ванам, ядха, вей, нуджавахни, самшрайам, самспардхая, дагдхам, адха, нушочан, сарасватим, пратья, вия, ядушним. В святом месте, именуемом Прабасы, до него дошла весть о гибели всех его родственников Пахши-жатого неистовой страсти, которая уничтожила его род, подобно лесному пожару, вспыхивающему от литрения столов бамбука. После этого он двинулся на запад, туда, где несет своего дурика Сарасвати. Хария Кришна, вопроса, похоже, нет, дорогие приятные. Большое спасибо вам за ваше общение. Ранчерпова? Нет вопросов, да? Да, да, да. Хорошо. А, ну, я думаю, что вопросы-то есть, просто их не успели напечатать. Ну, ладно. А, ну давайте подождем, я не спешу. Если вопросы есть, можно подождать. Нет, я предполагаю, это я тоже точно не знаю. Ну, просто я по опыту знаю, что обычно у нас есть вопросы. Давайте мы сделаем так. Пишут, видите, пишут, есть вопросы. Ага. Может, пишут, что вопросов нет. Подождем тогда чуть-чуть. Хорошо. Очень интересно, что в Харии Бхакти Виласи Шиласанат Магасвами описывает, с какой мантрой ученик должен обращаться к духовному учителю, чтобы получить от него посвящение. То есть мантра специально для выпрашивания посвящения духовному учителю. Ну, то есть когда он уже согласен дать, вот он приходит, он должен такой мантру произнести. В этом мантре говорится «О, спаси меня, Трайсва, Бо, О, Джаганатха». «О, Джаганатха». Духовный учителем он называет Джаганатхой в этом стихе. В этом тоже есть глубокое значение, глубокий смысл, причина для того, что к нему обращается. С таким, казалось бы, неподобающим апитетом. «Гуру, о гуру, самсара вахнина, я, меня, горящего в самсара вахни, в огне самсары, и укушенного черной змеей времени, каладаш тамча, твамахамшаранамгатага, спаси меня, вот такого страждущего, горящего и укушенного. Змея времени укусила меня, яд в моей системе уже, и снаружи огонь, поэтому ты, повелитель этого материального мира для меня, спаси меня». И объясняется, почему его обращают к ним, можно понять, почему его называют Джаганатхой. Словами Шива Прупады, в первой песне Бхагаватам Шива Прупада объясняет, что когда ученик занимается служением Кришны под руководством Духовного Учителя, то Господь Кришна проявляется пропорциональным служением оказанному Духовному Учителю, и тогда, по милости Духовного Учителя, весь мир может стать неотличным от Духовного. То есть Духовный Учителя может выгнать материальный мир из нашей жизни. Не то, что он повелитель материального мира в том же смысле, в каком Кришна повелевает им, но для нас именно Духовный Учитель определяет, будет ли на нас материальный мир влиять или нет. Будет он для нас существовать, другими словами, или нет. Он и верность следованию его наставлениям. Харе Кришна Духовный Учитель Учитель Первый вопрос. В какой стадии находится строительство храма Кришны в Москве? Спросите тех, кто в Москве живет. Уважаемые материи. Харе Кришна, примите мои поклоны. Так, вы сказали, что очень важно трепетно относиться к преданным по мере внушения. Пытаюсь это делать. В чем, о чем я должен стараться помнить во время сотрудничества с преданными, когда возникают столкновения эго? О чем я должен стараться помнить во время сотрудничества с преданными, когда возникают столкновения эго? Ну, в том, что это преданные, во-первых, очень важно помнить И, во-вторых, что это не наши преданные, а преданные Кришны Поэтому ему судить о том, какие они преданные И у нас нет права, пока на нас не возлагают это право Те, кто Кришна представляет, духовные учители, старшие ващнавы У нас нет права судить о преданных, как о преданных Это право Кришны И очень важно также, мне лично помогает помнить, что Меня тоже кто-то терпит Причем, скорее всего, у них есть... То есть у меня есть гораздо больше чего, за что меня нужно терпеть, чем вот тех, про которые сейчас идет речь. Так Шиллопропаду написал одному из своих учеников, когда он жалился на другого своего ученика, с которым у него были вот такие конфликтные отношения. Они должны были вместе проповедовать в одной стране. И он написал в Шиллопропаде письмо. Причем реально было основание для этого письма, что тот преданный, о котором шла речь, он был вспыльчиво, с дурного характера, даже дрочливого. И поэтому этот преданный написал Пропаде просьбе его уволить от сотрудничества с этим преданным, сказал, что я не могу больше с ним проповедовать, общаться, можно куда-нибудь в другое место поеду. И Пропад написал ему письмо, о котором он сказал, что я понимаю, что он не подарок, что у него много недостатков, но ты же Вайшнав. Вайшнав очень терпеливый, милостивый, поэтому я тебя прошу, ты его терпи, пожалуйста, как я терплю тебя, сказал Шиллопропад. Это очень помогает. Николай задал этот вопрос. Помните о том, что нас кто-то терпит. И терпит, причем незаслуженно с нашей стороны. Если мы помним об этом, и помним, что то, что мы получили, это милость, которую мы никак не заслужили, на то она и милость ее не заслуживают. Никак милость нельзя заслужить. Стоит нам заслужить милость, она опять стоит милостью быть. Становится чем-то более предсказуемым, типа зарплаты. Поскольку это милость, нужно беречь ее. И самый лучший способ беречь ее, это бережно относиться к ней самой, и милость Кришны, как объясняет Джилла Гасвами, он говорит об этом в Бхакте Сандарме, он говорит, что Кришну называют сада нуграха. Сада нуграха означает буквально милость преданных. Сада – это мило преданное, а нуграха – это милость. И Шилла Джилла Гасвами объясняет, что милость, которую нам дают, проявляется в виде преданных. И через преданных, и в виде преданных. Вот эта милость, которую мы получаем, это и есть та самая милость. Нужно ее беречь и бояться потерять. Поэтому, если возникают какие-то конфликты, постарайтесь, во-первых, не переносить их на личность преданных, ни в коем случае. Не делать на основании того, что мы не сошлись мнениями, характерами, чем-то еще видением, делать выводы о духовной квалификации преданных. Вот это очень опасно. Нужно стараться разобраться и пытаться прояснить для себя позицию преданного, прежде чем судить о ней. И очень важно помнить, как мы сказали сегодня, что это не наши преданные. Судить о них, как о преданных, у нас нет права, пока на нас это право не возлагает. И помнить о том, что нас терпят. Так же, как мы кого-то терпим, терпят нас. Если мы хотим, чтобы нас терпели, мы сможем из этого извлечь урок о том, как нужно вести себя по отношению к другим преданным. Берите пример Свидуры. Он не обиделся над Урёдом. Он воспользовался этим как поводом для того, чтобы улучшить свое преданное служение. Харе Кришна. Ну вот, пожалуй, а... Да, всё. Ранчар Пабуна, это можно закончить, да, наверное, уже? Да, спасибо вам большое, Махамплапрабу. Харе Кришна. Я надеюсь, вы нас еще радуете своими лекциями. Не стали. Я надеюсь, ничего от себя... Мы вас все будем очень просить. Стараюсь ни от себя ничего не говорить, поэтому... Спасибо большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна.